Армянская сторона практически ежедневно обстреливает позиции вооруженных сил Азербайджана на Нахчеванском и Гидобегском направлениях. Армянские вооруженные формирования остались на территории Карабаха, находящейся в зоне ответственности российских миротворцев, которые вместо того, чтобы следить за выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, сдают кровь для неких местных больных. Между тем, как отмечается в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана, в четвертом пункте трехстороннего заявления указано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Более того, появляется информация о том, что Армения перебрасывает войска в Карабах, а миротворцы при этом молчат. По сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, в течение последних дней Армения грубо нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы и открыла новые армянские посты возле Мухтар-Кенда и Шуша-Кенда, а также в направлении восточной части административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов. Отвечая на вопросы о ХУАЗ, известный украинский военный обозреватель Алексей Арестович отметил, что подписание трехстороннего заявления в прошлом году остановило войну в Карабахе, когда результат был достигнут на две трети. Это была победа Азербайджана, но все противоречия не были разрешены. Я это говорил тогда, могу повторить и сейчас. Вопрос в том, когда понадобится следующий раунд. Соглашение предполагает открытие Зангизурского коридора, чего, как мне кажется, очень не хочет Армения. И реван срывал все сроки, используя различные отговорки. То, что происходит в этой зоне, можно объяснить противоречиями между планами Армении и России. Москва пытается силовым образом обеспечить открытие коридора, а у Еревана свои планы. Но есть и другая часть. Армения и Россия хотят блокировать азербайджанские инициативы и ограничить влияние Турции. Все крутится вокруг открытия Зангизурского коридора и торга между Москвой и Ереваном. Армения, как я уже сказал, хочет передоговориться. Это нечестная политика, поскольку есть соглашения, а значит их надо выполнять. Но Армения ведет себя как не вполне ответственное государство. Что касается России, то, как отметил Алексей Арестович, в Украине, например, прекрасно знают, что не стоит ожидать от России выполнения договоренностей. Если уж армянская сторона взялась за эту игру, то качать права они будут до тех пор, пока вы им вновь крепко не дадите по рукам. А у вас есть все возможности сделать это и не за 44 дня, а за 11 или 22 дня. Желаю вам в случае второго раунда показать, кто они и какое у них место. Только в этот раз нужно быть немного злее, чтобы они поняли, что такое подписанные соглашения и почему их надо выполнять. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.